У меня лично стойкое в последние дни впечатление, что украинские граждане разрушают собственное государство. Осознают они это или не сознают, это другой вопрос. Но то, что они наносят невероятный ущерб украинской государственности как таковой, это совершенно точно. Причем даже независимо от того, кто победит. В принципе, позиция России не меняется. Время работает против украинского общества и украинского государства, скажем честно. Наши условия известны, наше отношение к этому процессу известно. И независимо, мне лично кажется, что независимо от того, кто же там будет президентом, один кандидат или другой, тот лидер или этот, позиция Кремля сильно не изменится. Поэтому надо понимать, что даже если завтра президентом станет Ключко или Яценюк, или Тимошенко, но они столкнутся с такой же самой позицией России, какая есть и сейчас. Позиция очень простая. Россия не хочет платить за евроинтеграцию Украины. Кремль, скорее всего, свои позиции не поменяет. Вряд ли Россия будет платить за евроинтеграцию Украины. В другом случае каком-то, да, компромиссы возможны, несомненно, по целому ряду этих самых, по целому ряду вопросов. И тем не менее, это факт, который, я думаю, украинской элите надо понимать. Потому что даже если завтра вот прям все, вот победит Кличко, Тимошенко, да всё равно, называйте любую фамилию, скорее всего, переговоры с Россией, они вот начнутся опять с этой же самой точки. Откуда это всё исходит, это понятно, там, технологи, там, так сказать, все эти вещи, надо лишить власти свободы манёвра, надо лишить власть права на легитимное насилие, это всё ясно. Только вот вопрос, а как же Янукович собирается из всего этого вылезать? Вот, он евроинтегратор, они евроинтеграторы, милиция во всём виновата, которые вроде как должны его защищать. Мне кажется, Янукович уж запутался, да, вот в этих вот бесконечных многоходовых комбинациях вперёд-назад, как тот Винни-Пух, так сказать, да, в мультфильме. Я вперёд, не-не, я лучше назад, не, я лучше вперёд, не, я всё-таки лучше назад, как бы, да, вот, но я думаю, что ситуация, это достаточно, для него достаточно сложная. Он продемонстрировал пока слабость. Может ли он пойти там на досрочные выборы и прочее? Наверное, может, может быть, в условиях Украины он может даже какие-то очки набрать, но это же будет означать, что он фактически признаёт собственное поражение, потому что принять условия оппозиции будет означать, так сказать, признать собственное поражение. Я отнюдь не фанат Януковича, потому что считаю, что именно он и его команда, в том числе, так сказать, да, загнала ситуацию вот в русло такого кризиса. Он мог бы гораздо, как бы, умнее действовать. Но, тем не менее, со стороны, по крайней мере, кажется, что власть проявляет, так сказать, слабость и вообще неспособность к управлению ситуацией. И как из этого, так сказать, кризиса Янукович выйдет через неочередные выборы или ещё через что-то, пока сказать сложно. Ещё раз повторю одно, вот время играет против Украины. Вот всё, что там происходит, независимо от того, кто победит, будет иметь очень негативный эффект для украинской государственности как таковой. Продолжение следует...